Первая реакция – шок. Насмотрелась страшилок по телевизору. История борьбы с коварной инфекцией этой геройнии началась в середине апреля. В понедельник у меня была подработка, я приехала на работу, и в конце смены нам пришли результаты. Три человека, двое больных с пневмонией. На следующий день вызвали скорую. И хоть болезнь протекала бессимптомно, после сбора анамнеза Кокорину тут же отвезли в инфекционную больницу. Вместе с женщиной в палате находилось еще два пациента. Все в средствах индивидуальной защиты. Встретили нас в приемном покое. Мы посмотрели, померяли температуру, давление, КГ. Ирина Кокорина вспоминает. Все случилось сразу после дня рождения. Всем гостям вечеринки сделали сразу два теста. Они показали отрицательный результат. Больше всего за именинницу переживали родные. Ежедневно звонил, что все нормально, все нормально. И все, ну, несколько раз в день. Все эти две недели болезнь никак себя не проявляла. У Кокорина не было ни одышки, ни кашля, ни жара. Врачи, вспоминает женщину, не отходили от нее ни на шаг. Окружили вниманием и заботой. Прежде чем выписать из медучреждения, пациентки провели еще два теста. Оба дали отрицательный результат. Последние данные пришли 3 мая. Теперь, получается, вернулась в строй аккурат ко дню Великой Победы. И все благодаря медикам. Накануне 9 мая, конечно, хочется еще поздравить оставшихся ветеранов, которые защищали. И я думаю, что они победили. И мы должны победить. Максим Кембель, Максим Галеонко. Бобруйск, 360.